Рабочее движение на путепроводе 139-й километр планируют открыть к концу октября. Такие данные озвучил первый заместитель главы Владимир Василенко во время инспекции худо-ремонта дорожного участка. Подрядная организация практически справилась со всеми задачами, которые были запланированы на текущий год. Как преобразился путепровод и что осталось доделать, узнал Михаил Ермоленко. Путепровод 139-й километр на улице Земица – одна из важных транспортных артерий города. Дорога востребована самарцами, в том числе заводчанами, которые трудятся на предприятиях Кировского и промышленного районов. В этой части Самары их немало. Ракетно-космический центр «Прогресс», главный двигатель и строительный завод «ОДК Кузнецов» и другие. В апреле участок дороги перекрыли на ремонт. На сегодняшний день подрядчик справился с большинством задач, запланированных на текущий год. Готовность около 85%. На путепроводе уже планируют запустить рабочее движение. Как мы и заявляли, по рабочему движению мы ожидаем, что в конце октября должны открыть рабочее движение по проезжей части и по трамваям. По одной стороне тротуара мы видим, он готов, по второй готовность на этой неделе будет. По проезжей части мы предполагали, что уйдем в зиму с нижним слоем, но, слава богу, погода позволила. Мы сделали верхний слой, то есть как бы закрываем эту ситуацию. Я думаю, в течение 5-7 дней нанесут разметку. В процессе устройства нового высокопрочного покрытия сначала уложили нижний слой из мелкозернистой смеси. Затем верхний слой использовали смесь последнего поколения – ШМА-16. Вскоре, как отметил первый вице-мэр, на участок дороги начнут наносить разметку. Для этого применят горячий термопластик. Также на путепроводе уже смонтировали новые рельсы для трамваев, что позволит вновь открыть движение и для этого вида общественного транспорта. Раньше ездила 10 минут и здесь, а сейчас теперь в круговую. Лучше, конечно, чтобы быстрее нам пустили трамваи, а чтобы мы ездили по мосту. Нам это выгодно. Мост был отвратительный, там одни ямы были. Но сейчас надеемся, что сделают, будет мост хороший у нас. В этом году специалисты также подняли и выровняли пролет строения, которые до ремонта были в ненормативном состоянии. Кроме того, частично установили ограждения наверху путепровода. Они разграничат пешеходные зоны, трамвайные пути и проезжую часть. На противопорожной будет оцинкованное барьерное ограждение и перильное. Для безопасности движения, чтобы автолюбители спокойно проезжали, чтобы никто не съехал с путепровода. Приведут в порядок и систему освещения. Сейчас подрядчик ожидает поставки опор для контактной электросети. Первый вице-мэр города также отметил, что контракт двухгодичный. В следующем году специалисты продолжат работать уже под путепроводом. Займутся ремонтом, обработкой покрытий, чтобы предотвратить разрушение элементов сооружения. Представитель подрядчика пояснил, что это не повлияет на движение транспорта, которое вскоре откроется в рабочем режиме. Михаил Ермоленко, Николай Пифанов. События.